Привет всем! Сегодня мое видео посвящено полезным, на мой взгляд, я хоть и жду первенца, и, конечно, у меня недостаточно опыта, но, как мне кажется, вот кошка сегодня опять со мной и опять в кадре. Как мне кажется, полезные вещички, которые я приобрела в магазинах в Москве. Потому что, опять же, повторюсь, я очень много ходила по магазинам, очень много выбирала, смотрела, читала, примеряла цены. Так, иди отсюда! Иди отсюда! Вот. В общем, еще раз привет всем! Хотела бы сегодня рассказать про какие-то определенные вещи, которые некоторые... Некоторые из этих вещей... Ля-ля! Как с ней бороться? Как потом, когда ребенок появится, что с ней делать? Ля-ля! Ну вот. Еще раз привет! Кошка со мной опять в объективе, она не может уже без камеры, я чувствую. Уже все, киноманка, актриса больших и малых. Так. Сегодняшнее видео мое будет посвящено, на мой взгляд, хоть я это первенец и, конечно, у меня мало опыта, по полезным вещам, которые я купила в Москве в наших магазинах. Которые, повторюсь, я очень много ходила по магазинам, выбирала, смотрела по ценам, примерялась, вообще, ну, анализировала, что мне может быть полезно, смотрела какие-то тоже видеоблоги и читала о каких-то полезных штучках и новшествах. Вот. И я даже не знаю, с чего начать. Очень много всего по порядку. Это, кстати, я тоже сама сшила, это вот в следующем видео будет у меня про творческие мои скани. Такие кармашки удобные, здесь у меня будут памперсы, пеленки, какие-то там маслица, которые должны быть всегда под рукой. Вот. Но это, кстати, суть не в этом. Что я купила? Во-первых, я думаю, что это, конечно, не секрет для любой сейчас девушки беременной, потому что сейчас появились, ну, опять же, это сугубо каждого мнения, кто пеленает, кто не пеленает, но, по крайней мере, они должны быть в арсенале, мне так кажется. Это такие пеленочки в магазине «Мама с папой» я купила. Такие пеленочки маленького сюда кладешь. И пеленаешь хотя бы на ночь, первые дни уж, мне кажется, они точно пригодятся, пока он еще может себя пугать ручками, ножками. И я думаю, что это полезная вещь. Стоит, сейчас скажу, 1400 рублей, две штучки в упаковке, очень красивые. Ну, то есть, в принципе, если что, вы можете заказывать себе в подарок. Ну, потому что это, там, магазин «Мама с папой», кто был, все знают, что это потрясающей красоты магазин, и я его очень люблю, там очень много полезных разных мелочей. Вот, ну, вот такую пеленочку я там приобрела. Следующее что? Следующее что? Что касается... А, кстати, вот еще пеленка какая у меня есть. Это мне моя подружка очень хорошая порекомендовала. Пеленочки, я не знаю, как их вот описать, наверное, на видео сейчас не очень видно, но это тончайший хлопок, я как бы собираюсь вот в августе, в начале августа уже стать мамочкой, поэтому, вероятно, будет очень жарко, и не всегда, наверное, будут нужны толстые. У меня, конечно, разные пеленки есть в арсенале в моем материнском, но вот это, они такие в дырочку с узорами, в дырочку тончайшей пеленочки. Они тянутся, но они очень удобные и потрясающие, их можно ребенка там заворачивать в три раза, и они очень удобные, можно ими и протирать ребеночка после купания. Ну, то есть, я надеюсь, что мне пригодятся, потому что она была в восторге. Она говорит, Ксюша, обязательно из этого материала купи пеленочки себе. В общем-то, она мне, кстати, их и подарила. Мы просто вместе ходили. Потом, что касается, вот, кстати, давайте сейчас перейдем, теперь по магазинам могу уже ходить. Первое, что очень полезная вещь, это тоже из арсенала моей подружки, я узнала. Ну, как известно, вы везде, наверное, находите, слюняшки достаточно дорогие. И это настолько такой, как носовые платки, то есть, вот как полотенце, да, то есть, это настолько постоянный материал, который в течение дня тысячу раз выкидывается, потому что детишки срыгивают, и это неотъемлемая часть их жизни, как бы первое время. Поэтому просто слюнячиков не запасешься, не напасешься. Их очень много, там есть 300 рублей одна штучка, да, и вот один раз выкинул, а тебе их нужно, там, не знаю, 15, там, может быть. Ну, не 15, а утрирую, но вообще их много нужно в течение дня, поэтому, и тем более бодики очень быстро пачкаются, то есть, желательно, конечно, чем чаще ты меняешь и одеваешь эти слюняшки, тем лучше. Потому что в любом случае, как бы, этих выделений из ребенка не избежать. И для этого я купила по настоянию своей очень хорошей подружки, у нее две девочки, и у нее, она обеих так и, с обеими девочками так и воспитывала их, вот такие маленькие полотенчики в Икеа, которые все знают, которые типа а-ля кухонных, хлопковые, которые точно так же были мной постираны и поглажены, отпарены. Вот, это когда вы носите ребенка уже столбиком после кормления, вы можете на себя положить, чтобы себя не испачкать, на ребеночка, то есть, пока он совсем грудничок, это вообще неотъемлемая вещь. Да и вообще, в принципе, раз, ну, можно сходить в ванну, когда его подмываешь, и тебе всегда пригодится, больше в любом случае не нужно, хотя бы потому что просто подмыться, если. Вот. Я купила две упаковки, и их у меня очень много. Их, по-моему, 10 штук, и они копейки стоят, поэтому это очень полезная вещь, на мой взгляд. Я надеюсь, что мне все пригодится, то есть, много не мало в крайней, в конечном итоге, потом я ее буду вешать и на кухню. Вот. И потом вот очень важная вещь, что касается тоже Икеи, я думаю, что, конечно, многие этим пользуются, и так, вакуумные пакеты. У них есть разные величины в Икеи, то есть, есть большие, вот это у меня сейчас, по-моему, большие, одни из самых больших, которые 67 на 100, но у меня еще есть маленькие именно для маленьких вещей, потому что мы не успеем оглянуться, как родится наш малыш и как начнется у нас круговорот вещей в природе. То есть, они очень быстро копятся, мне все подружки, кто вот сейчас уже родили, например, зимой, сейчас уже мне все, Ксюха, я тебе столько вещей отдам, мне некуда их девать. Я прекрасно, кто-то дарит, кто-то отдает, кто-то сам, естественно, покупает своему малышу заранее, или, ну, постоянно ребенок постоянно растет, это и комбинезончики, и то, и все, и пятое-десятое. Конечно, какой бы у вас там гардероб, шкаф не был, в любом случае это все, если вы не планируете прям сразу кому-то это отдать, то это очень занимает огромное количество места. Вот, поэтому это очень-очень классная вещь, я свои вещи, точно так же у меня брикетами стоят, и как бы вот такие вот тюки с пол кровати, которые никогда в жизни у меня не поместились бы, ни в одном гардеробе просто так, ни в одной коробке и так далее, какие-то пакеты. Тут все, я высосала вакуумом воздух, и никаких проблем дальше у меня нет. Вот, потом, ну, то есть это тоже, я считаю, что это очень полезная вещь, тем более уж с детскими вещами, и со взрослыми, само собой, точно, тоже. Вот, потом, что недавно мама у меня обнаружила, как бы, честно говоря, я просто что-то даже особо и не задумывалась над этим, но это зря я об этом не задумывалась, вот мама меня надоумила, потому что она говорит, ну как это так, как ты об этом не подумала. Кроватку, такой, ну, типа, алена матрасника, правда он без резинок, без всего, с этой стороны хлопок, с этой стороны она клеенчатая, то есть не промокаемо. Можно под простынку на матрас положить, и, ну, если вдруг, если это там, ну, мало ли что, как бы, чтобы все-таки до матраса это не доходило, или отрыжка, или вдруг каким-то образом там что-то протечет. Вот, такую вещь приобрели. Причем это все тоже вот копейки, опять из разряда того, что просто нужно ходить и искать, и чтобы знать, где это купить. То есть я уверена, что там в Мазаке, может быть, или в Мамас Папас, наверное, эти тоже все вещи есть, но, скорее всего, они дороже, чем мы купили вот в Икее, это в Икее, ну, то есть где-то можно на чем-то сэкономить. Так как я купила, вот я не знаю, видно здесь, не видно, так как я купила, у меня мало очень места, поэтому я купила полинальный столик такой съемный, деревянный, тоже за 600 рублей, как бы мне, в принципе, они ничем не отличаются, только ценой. А по сути здесь фиксаторы одинаковые, то есть все, он никуда не ездит, он на бортики кладется, и никаких проблем, он достаточно большой. Накладочка такая на пеленальный столик. Тоже по тому же принципу, с одной стороны клеенчатая, с другой стороны хлопковая. Вот, я не надеюсь, а уверена, что эта штучка мне тоже пригодится. Вот, потому что здесь это клеенчатая поверхность в любом случае. Тоже Икея. Потом, что еще? А, ну вот, кстати, это как пример, я забыла, это как пример того, что я собрала в вакуум из этого пакета. Не из этого, поменьше который. Вот это огромное одеяло и, по-моему, подушка какая-то там небольшая, маленькая подушка. То есть вот оно складывается вот в такой брикетик, который... А, это огромное одеяло, несмотря на то, что это малышковое, но оно очень объемное. То есть оно занимает практически целый вот такой портфель, в который комплект кроватку, который мне привезли. Это, кстати, мы тоже вернемся к этому моменту. Это очень потрясающий комплект кроватку, я им очень-очень довольна. Я очень долго выбирала. Перина, белорусская фирма, суперская, ничем не хуже от Европы не отличишь. Это сатин, суперский. Ну, понятно, балдахин, я... Как бы это так у меня для красоты. Первую, может быть, неделю он у меня еще повисит после рождения малыша. А дальше, конечно, скорее всего, как все его и снимают. Или собиралку. Вот, то есть вот это, пожалуйста, пример пакетов этих. Потом, что еще? А, кстати, вот что касается Икеи еще. Скорее всего, большинство даже об этом не задумывается. Но я подумала об этом. Есть в Икеи такие штучки. Ну, может быть, у кого-то просто и так дома есть, да, там трусики, носочки сушить. Это я купила специально для малыша. Вот сейчас, что мы перестирывали, как раз я сюда и вешала. То есть все его царапочки, маленькие носочечки, вы ни на что не повесите никогда в жизни. Ну, то есть кроме вот таких вещей. Это очень удобно. На сушилку повесил сюда все. Все шапочки, носочки, царапки, там какие-то маленькие там шортики какие-то. Ну, то есть вот какие-то малюсенькие вещички. Это как раз вот для грудничка самое-самое оно. А потом это в любом случае в быту пригодится. У меня просто не было таких, может быть, у вас есть, и как бы я нового ничего не сказала. Это все собирается и очень легко складывается, поэтому нигде не мешается. Или можно повесить, у меня прям ванна висит и все. Как бы если что, я сняла, нащепила и помесила сушиться. Это мне сейчас очень пригодилось, когда я его сейчас все перестирывала для малыша. Потом, кстати, к слюнявчикам, говоря о слюнявчиках, я еще купила, я не знаю, пригодятся они мне или нет, это одноразовые слюнявчики. Десять штук, там я не помню сколько, ну, около 100 рублей, чуть меньше. Не знаю, как бы вот, насколько они, ну, то есть они одноразовые в любом. Эти хотя бы можно перестирать все, перегладить и ничего с ними не случится. Это одноразовые, поэтому, ну, смотрите сами. Имейте в виду, что они есть, как бы. Кто сейчас, как бы, еще особо сильно не успел вникнуть в суть покупок. Потом, теперь переходим к магазину Мады Кея. Мады Кея, просто принято уже говорить Мады Кея, ну, так легче, чем Мады Кея бандоваться. Короче говоря, там очень много тоже полезных вещей. Это сейчас не самое, ну, как бы, хотя это тоже ванная, наверное, они так вкусно пахнут, прямо издалека. Это мешки для подгузников. Чтобы, тем более, если вы, например, там, может быть, вообще первое время будете одна. Вот у меня, слава богу, у меня мама будет под рукой. Какое-то такое ужасное слово. Ну, как бы, мама будет мне помогать. У кого-то нет такой возможности, да, и там, чтобы кидать рядом где-то этот подгузник, там еще что-то. Ну, то есть вот это все. Тем более, в принципе, в любом случае, в быту это пригодится. Ты собрала один подгузник, еще положила, это все вкусно пахнет, завернула, и ты можешь необязательно идти на лещаную клетку, чтобы его сразу выкинуть. Его можно и в мусорное ведро выкинуть, ну, там, вечером выбросить это мусорное ведро. Ну, или там, в течение дня. Вот. Тут, я так поняла, тут как-то очень все криво написано, я так поняла, что там 100 штук. Потому что они прям тонюсенькие-тонюсенькие, эти пакетики. Вот. Но суть в том, что, как бы, это тоже удобная, мне кажется, вещь. Я очень надеюсь, что она мне пригодится, тем более, подгузники, это, вы сами знаете, очень расходный материал в течение дня. Вот. Что еще? Прямо, вот это я сейчас, вот это очень интересная штука, тоже, Мадыкея. Я попозже сейчас о ней расскажу. Это просто она такая классная, что о ней надо долго рассказывать. Еще купили мы, я купила в Мадыкея тоже, сейчас скидки как раз 30-50%, причем я купила за 30, через день прихожу, там уже 50. Ну, как бы, ну, что теперь поделаешь. Скидки я купила ванночку для младенца, там входила такая вот расчесочка для малыша. Я очень надеюсь, что у него будет шевелюра. Вот, там была расчесочка, была вот такая вот резервуар, я не знаю, как это назвать. Сейчас мы это обсудим, для чего это можно использовать, просто пользуюсь. Вот. Там было еще в наборе полотенчика с уголком, который, вы знаете, сейчас везде продается тоже. И все, по-моему. Да, а, и термометр, который уже встроенный тоже в ванночку. И самое главное, что в ванночках Мадыкея, это единственные, по-моему, ванночки, потому что я была и в дочках, сыночках, в детях, то есть, ну, во всех магазинах, которые самые распространенные в Москве, ну, и, наверное, и не только в Москве, нигде не было ванночки с пробкой. Там резиновая пробка вставлена. То есть, даже мама рассказывала из своей там молодости, да, когда она на нас купала, она говорит, как это было тяжело просто перекинуть эту ванночку. Какая разница? У тебя все равно и так сил нету, как бы, да, там, ребенка туда-сюда, а перекидывать эту ванночку, сливать из нее, это сложно. Чуть-чуть сместил ванночку и слил эту воду. А вот эта штука, во-первых, здесь мыльца, там, ну, какие-то мелочи можно там положить. И я думаю, что она нам до, я не знаю, какого возраста пригодится, вплоть даже до дачи. Элементарно, просто даже мы, вот мы просто подумали о чем. Например, утром ребеночка нужно там, ну, умыть его там ватными дисками, там, ватными тампончиками. Можно тоже взять, да, сюда. Ну, помимо кружечки есть, конечно, кружечка, можно так. Потом, например, на дачу вы поехали. Здесь мыльный раствор, здесь такой. На клееночку положили, ну, если нет, то возможности прям вот там где-то хорошо помыться, искупаться, прям с ванночкой куда-то поехали. Здесь мыльный раствор, раз, попочку там все промыли. Ну, как бы какие-то, да, там, ну, хотя бы для младенца уж точно. Здесь чистенькой потом водичкой все обтерли там другой, там, той же вот такой же тряпочкой, например. Ну, потом еще такая вещь. Это тоже очень индивидуально, сейчас их тоже очень много. Где-то типа гамачков каких-то, да, ну, то есть такие импровизированные какие-то гамачки. Где сами ванночки уже с рельефом. У меня ванночка простая, без рельефа внутри, потому что, в принципе, подружки мне говорили, что это не очень удобно. Все равно там скользит и, как бы, ну, не знаю. Это у каждого свое сугубое мнение, как бы, личное. Поэтому я просто, вот, по советам, как бы, примерно посмотрела и решила для себя. И вот у меня подружка порекомендовала, она говорит, мне очень понравилась вот эта штучка. Она мягенькая, она, когда намокает, она прям нежнейшая в воде становится. И ребеночка можно сюда положить, он не скатывается. Это просто поролоновая такая под рельеф, как бы, малыша такая вот губочка, ванночку. Вот. Ну, и переходим к очень. Сейчас тут все, а то я просто сюда накидала, пока еще малыша нет, сюда. У меня здесь склад тоже каких-то вещей. Вот эта вещь. Вот эта вещь, причем недавно в Инстаграме я подписана на много разных групп с мамочками, уже, которые уже, уже состоявшиеся мамочки, и девочки, которые беременные. И многие рассказывают там о том, что все равно это проблема даже в 2, и в 3, и в 4 года помыть голову ребенку, это проблема. То есть пугаются, когда в глазки попадают. То есть там вот эти все ободочки, там куча-куча разных сейчас прибамбасов, которые облегчают участь мамы без истерик помыть голову. Вот. Я не знаю, насколько она прям реально будет очень эффективная, да. Но вот это вот, этот краешек силиконовый. То есть, как показано на картинке к этому ковшичу, а, и равномерно проливается вода. То есть первый слой сначала, потом второй. То есть не выливается целый ковшик, а здесь как бы распределяется вот эта жидкость, и это очень классно. То есть она равномерно льется, я уже просто пробовала, как бы равномерно льется на малыша. Вот. Тем более уж на кромничка, который действительно можно испугать. Там, как показано на картинке, там это где-то примерно вот так вот выглядит. Вот. То есть вот по рельефу, по рельефу головы, и все, и как бы в глаза, в глазки ничего не попадает. Это очень, мне кажется, классная вещь. Тоже мадыкея. Тоже недорогая, и тоже я со скидкой какую-то покупала. То есть я готовилась, я уже говорила, я готовилась еще с зимы, основательно, то эту куплю, то поехала, тут куплю. И вроде как, когда там 200, 300, там 400 рублей, ты не так это ощущаешь. Ну, когда прям, ну, многие там ходят до 36 недели и ничего вообще не покупают. Мне кажется, что в нашем современном мире и с таким выбором, с такими ценами, тоже очень разнообразными и не всегда оправданными, все-таки нужно как-то и заранее это все, ну, хотя бы присматривать себе уже что-то заранее. И потом вот сейчас вот, например, мне уже тяжело ходить по магазинам долго. То есть у меня и ноги устают, ну, и вообще это нормально, что мне уже тяжеловато. Вот. Ну, и последнее, что я хочу показать, тут вроде все показала. Это уже, опять же, сибирское здоровье. У моей сестренки полтора годика почти, что сыночку. Я ей в прошлом году, когда она родила, когда он совсем еще был грудничком, сынок ее, я ей купила в сибирском здоровье вот эта живинка. Это бальзам для купания с чередой и чистотелом. Снимает воспаление, оказывает успокаивающего действия, нежный аромат. Это ноль плюс, то есть это с ноля прям с грудничкового возраста. Это такой бальзамчик, очень, очень, ну, вообще практически не пахнет. Ну, чуть-чуть совсем, как бы, видимо, вот только от того, что это вытяжки какие-то с чередой, там, чистотелом. Разрешено для детей с рождения. И она сказала, что ей очень понравилось, потому что кожа была очень хорошая у малыша. То есть я не знаю, какие-то были проблемы у них или нет, ну, то есть я не очень помню уже. Как бы я имею в виду, что были там какие-то там раздражения, еще что-то. Этого я не помню просто. Вот, но ей очень понравилось. То есть я так понимаю, что еще дома его подарка ей, потому что я приехала уже там в Максимке, там, пару месяцев было. Я думаю, что у них уже было чем, в чем купать. Поэтому, как бы, я думаю, что это не первое было средство, не с самого рождения вот это бальзам. То есть ей было с чем сравнить, ей очень-очень понравилось. Она говорит, Ксюха, обязательно бери. Мне понравилось. Вот, так что еще вот такая вещь от сибирского здоровья. Вот, ну и чуть-чуть сейчас скажу. Вот это перина. Перина это фирма. Это шикарный сатин. Стоит 4, там, 600 где-то. Я это купила вообще еще глубокой зимой там. Вот, я долго очень выбирала. И, в принципе, и цены тоже там до 5,5 варьируются в интернете. Вот, мне, я очень-очень довольна. Здесь все, там 10 предметов. Там подушечка, но она там такая тоненькая-тоненькая, красивая. Просто подушечка в стиле вот этих собачек. Это три друга у меня называется расцветка. Вот. Бортики. Просто этих бортиков сейчас нет тут. Бортики. Простынка на резинке. Одеяло. Под одеяльник подушечка. И балдахин. То есть, в принципе, как бы все для ребеночка есть. И я еще дополнительно купила, опять же, в Икеа. Две, там, в упаковочках продаются, две пеленочки, ой, две простыночки на резинке. Вот. Мама, конечно, меня ругается, что на резинке неудобно гладить, там, и так далее. Но мне кажется, что на резинке лучше как-то все равно не скатывается. Ребенка ты еще раз кладешь за день, уносишь. Каждый раз там что-то поправлять ему не очень, наверное, удобно. Вот. Купила еще под свой размер кроватки. И купила еще две пеленочки. А там дальше уже походу... Ну, и, естественно, у меня есть еще пледики кое-какие. Такие-сякие, легенькие, там, тепленькие. Это уже мы там будем разбираться по ходу пьесы. Вот. Ну, на сегодня, на сегодня все. Пока что вот так. Я очень надеюсь, что кому-то пригодится мой опыт. И я очень надеюсь, что мне это пригодится. Потому что я еще пока не знаю. Ну, по крайней мере, какие-то основные моменты, да, там, слюнявчики, вот эта пеленочка, там, вот тот же ковшичек, да, который до сих пор, действительно, у меня очень многие подружки говорят, что, блин, было бы круто, если бы у меня такой был. Потому что у нее была истерика, да, там, у него и у нее. Поэтому. Так что я желаю вам удачи. Это гид по покупкам. Такой произошел небольшой. Вот. И увидимся в следующий раз. Спасибо.